Трясет как на сельской дороге, но это черта города. Более того, подъезд городской детской поликлиники номер 3. Зашла к Балмам, ребенку окажут квалифицированную помощь, но доехать до нее бывает крайне сложно. Отвратительная дорога. Сколько лет она уже, и ни ремонта, ни капитального ремонта, ни ямочного никакого. Ужасные дороги. Очень жаль машину, очень жаль детей, которые трясутся в этой машине. Ужасные. Безупречная дорога, можно сказать, в кавычках. Дорога безобразная, на самом деле. Не очень рады. Объезда нет. Либо парковаться в начале улицы и идти с маленьким больным ребенком сотни метров, либо трястись на кочках. Причем, бывать здесь родителям приходится часто, ведь дети постоянно должны находиться под контролем специалистов. Приходится ездить часто. Раз в две недели порой, иногда чаще. Сейчас на физиопроцедуры ездим. Каждый день. В шоке. Если раньше дорога вела к тупику, за которым находилось лишь поле, то теперь на месте бывшего пустыря вырастает новый микрорайон. Нагрузка на дорогу увеличилась. По словам местных жителей, на прошлой неделе отремонтировали небольшой участок. Однако он ведет не к поликлинике, а к жилым домам. Добивались у нас жители, ходили наши, много просили, писали везде. Почему-то только вот этот участок выбрали, не знаю. А вот здесь вот так вот все и у нас, видите, в канавах, в ямах. Ямы не глубокие, но их очень много. Местами ими усыпано все дорожное полотно. Поэтому проехать и не зацепить хотя бы одну крайне сложно. Это не получается даже у старожилов. С 2002 года мы здесь живем, по идее. Я даже что-то не могу припомнить, чтобы здесь делали ремонт. Не, ну какой-то такой, знаете, косметический, может, что-то и делали, типа ямочного ремонта. Но чтобы глобального, я не видел здесь уже. Стоит отметить, что в прошлом году отремонтировали дорогу перед детским перинатальным центром, который находится в соседнем здании. Однако будет ли ремонт около поликлиники, неизвестно.